так ребятушки я вот вам показываю все как есть так сказать как все происходило реально времени открывая ему крылья и ноги так нет не так в общем ребята будем снимать так как есть вот все как как все происходило так и будем снимать там у меня стоит здоровая флешка очень большая на 256 гиг я надеюсь что она останется что и дрон останется в живых и флешку тоже останется в живых сами понимаете первый раз запускать такую сложнейшую штуку с кучей настроек еще снимать себя на камеру чтобы я был в кадре там это что-то невероятное самое главное у меня нет никакого учителя я буду запускать как могу и вообще не знаю чем все это закончится вот я надеюсь что все это сегодня у нас останется целом потому что подсказать мне некому я вижу что по фотоаппарату уже начали лазить здоровые пауки и муравьи в общем это вьетнам ребята так давайте значит я прочитал инструкцию что нужно взять свою прелесть по бокам и вставить ей вставить вставлять я люблю а что вставить наверное его сюда так вот отошла если бы не отошла было бы кабель нет не так так сорян первый раз все таки что же поделаешь ой карты уже устали сидеть как гопник чувак как ты там тебе не жарко что такое ничего не то она заработала ой что дальше ничего не происходит вот появилось приложение до подключить дрон зашевелил щупальцами как самое главное чтобы нас круга но было видно надеюсь что это так подключаем так ой куда все исчезло и и и проснись я тоже так думаю чуть понимать что она там из рекламного вообще здорово так все каких-то непонятных цифрах я понял из инструкции только одно ребята что нужно тыкать и крутить тыкать и крутить давайте попробуем охренеть ничего не понятно но очень интересно так будут тыкать так тыкать и крутить тыкать и крутить я только попробую я же не буду его запускать чисто ты куда ты куда ты куда он уже он где японский бог куда стой я не умею управлять не умею управлять ну малыши а где же твой карлсон он улетел но он обещал вернуться вжик очень быстро становился все меньше и меньше а звук от него был все тише и тише и я понял что он улетел в неизвестном направлении обмочив портки пару раз я пытался взглядом найти его где-то в небе но это было тщетно наконец я опустил свой взгляд на пульт и увидел это уже после на монтаже я пересматривал эту неописуемую красоту тысячу раз каждый раз все никак не мог насмотреться на это удивительное творение природы но в тот момент я нешуточно рассорепел когда увидел что какая-то там лачонка имела наглость ехать впереди самого вжика я решил упасть ей на хвост и показать им всем кто здесь папа но пролетев до середины этого огромного озера я решил что летать над водой на необъезженном жирке не самая лучшая идея и решил отложить акт вместе на следующий раз я повернул направо и вновь увидел красотищу другого плана и таких картинок у вьетнаме тысячи и показать их вам в таком качестве является целью данного канала если хотите наслаждаться такими еще намного более грандиозными видами подпишитесь сразу после просмотра видео на канал прожмите колокольчик и поставьте лайк и напишите в комментариях понравилось ли вам это видео это топливо для моей деятельности на этом канале а теперь просто я вам снова ждать это и и и и и и и и и А в этом месте я понял, что я, залюбовавшись красотами, залетел уже слишком далеко за гору, обогнув ее, тем самым создав мощные препятствия для радиосвязи, что очень сильно было заметно на моем экране. Она начала краснеть, связь начала теряться. В этом месте я начал разворачиваться, нашел курс на себя и зарядил в обратный путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда я увидел, что бжит увидел меня и возвращается, я так обрадовался, что зарядил смесь барыни и ГПК. Так прошел наш первый полет.